Деревья раздоров. В нескольких дворах по улице Гопеева на днях началась активная обрезка зеленых насаждений. Жители разделились на два лагеря. Одни за, а другие категорически против этой процедуры, объясняя тем, что уничтожению подверглись вовсе не старые ветви. Как комментируют ситуацию в КСК, а также мнение специалистов, в сюжете Ирина Вобещевич. Я понимаю, вы не перебивайте, а послушайте старшего. Я, во-первых, это делаю по тому, как заказал Акимат и КСК, во-первых. Во-вторых, жильцы, которые вон там, они говорят, что все слежьте. Нешуточные баталии разыгрались сегодня на улице Гопеева. Жители всячески старались воспрепятствовать спиливанию укрон деревьев. Работу производила нанятая КСК-фирма. Ну как это неживое дерево? Я ему что поднимусь, руку сломаю, ему будет приятно. Вот тоже. Дело дошло до угроз в адрес выполняющих работу людей и вызова полиции. На кого зеленое дерево может приступиться? Оно не упадет, это не упадет. Человек-то возвращается, они знают, что мы здесь делаем. Мы здесь только сухие обрезаем. И те, которые висел. Вы накопили водить, все обрезали. Несколько недель назад сами жильцы привели в порядок деревья своими силами. И такого варварства, по их словам, не ожидали. Все в шоке от этого. Во-первых, почему у нас об этом не спросили? Оказывается, это делается за деньги КСК, которые платятся с нашего кармана. А что это вообще за самоуправство такое? Деревья сами подбеливаем и красим. Мы где сухие, наши мужчины выходили и пилили это все. Дело в том, что спиливали не только сухостой, но вполне живые ветви. По мнению жителей, они теперь лишатся защиты от пыли и солнца, не говоря уже о кислороде. Постоянно вот эти всякие летают, вот эти космические корабли, блин. И так дышать нечего. Здесь в утром встанешь, вот так пыль стоит везде. А это вот эти, вот это каждый вот этот листочек, он нам дышать дает. Хорошо мы за сухие деревья. Пусть выпиливают, ветки, их много. Но сегодня начали выпиливать живые в палисаднике. Сказали, что это обрезка. Но обрезка такая, когда выпиливают под 3-4 метра и остаются пеньки. И эти деревья у нас стоят сейчас голыми. Надо было весной выпилить. По словам председателя КСК, организовавшая обрезку и согласовавшая ее с Экиматом, средств на данный вид работ весной не было. Поэтому приходится подстраиваться не под общие правила работы с зелеными насаждениями. И не под желание жильцов. Весной не получилось спиливать эти деревья, так как не было в бюджете накоплений. В первую очередь, после окончания отопительного сезона, занимаемся полностью подвалами. Сумма осталась от этого ремонта. Я занялась двором. Меж тем, среди множества недовольных жильцов нашлось только же тех, кто давно просил избавить двор от разросшихся повсюду деревьев, которые стали уже представлять угрозу. Какое дерево? То же самое вот, сухие деревья. Чего так грозит? Ну это чем грозит? Упадет на кого-то из детей, даже, ну как говорится, просто любой желез пройдет мимо. Их надо вообще все обрезать вот так. Причем здесь это? Вообще, чтобы это... У нас за домом такая все растет, сухостой этот стоит. Кому он нужен? На самом деле я ликую. Вот правда говорю, у меня дома свет появился, и у меня намного теплее и суша стало. Понимаете, в квартире. Деревья сажали в этих дворах сами жители 30 лет назад. Никто тогда не задумывался о правилах посадки и о том, что будет, когда деревья вырастут. Теперь корни близко посаженных деревьев стали разрушать фундамент. А из-за частой кроны в некоторых квартирах сыр и темно. А это сажали, как говорится, с брелом в голову, посадили. Никто не вымерял. Темно в квартире. Ну и вот фундамент, смотрите, 4 метра должно быть, это как я знаю. И все же, по мнению сотрудников Карагандинского областного экомузея, санитарную обрезку деревьев нужно производить, придерживаясь установленных правил. Здесь очень важный аспект, есть ли у них разрешительные документы. То есть они должны быть обязательны. Если они есть в наличии, тогда несогласные, значит, жители, они могут составить письмо в Акимат и потребовать, чтобы такие действия не были произведены. Можно пригласить озеленителей, я не знаю, если уж такая конфликтная ситуация и невозможно как бы договориться, чтобы, ну, уполномоченные люди рассказали все грамотно гражданам. Ирина Вобещевич, Данил Тарасов, Владимир Иванюк, 5 канал.